Старый Новый Год Но не так давно, всего лишь каких-то 150 лет назад, этот праздник назывался совершенно по-другому. И назывался он «Щедрый вечер». Почему же «Щедрый вечер»? Да потому что закончился рождественский пост, и можно было опять есть мясо, сыр и молоко. В этот день готовилась «Щедрая кутя». В отличие от рождественской кути, эта кутя заправлялась с мальцем. У нас в регионе 13 января называется «Маланкой», а 14 января – день Василия. В этот вечер, как и на свят вечер, ходили группы калядников. Заходя в дом, они пели хвалебные песни «Щедровки». Хозяева очень ждали калядовщиков. Одним из ярких моментов был обряд вождения козы. Козе, козоньке, отводилось в важное место в «Щедровании», где она и плясала, и умирала, и кланялась щедрым хозяевам. Кроме того, калядники за щедрое угощение хозяевам всегда были рады попеть и поплясать, и пожелать. Наделил бы вас Господь и житьем, и бытьем, и богатством. Если же кто-то не пустил калядников в дом, то это было для них большое горе. А если же кто-то из хозяев плохо одаривал калядников, то калядники ему, конечно, могли пожелать неудачу на целый год. Следует также отметить, что женские группы калядников ходили только до полночи. А с полночи начиналось время парней. А в полночь девушки начинали гадать. Они специально снимали для этого хату или гадали в бане. Вот такие интересные традиции были у наших предков на щедрый вечер.